Ах, это вы тут? Представляешь, такой сюрприз? Я и в своем кабинете Я задумался и уснул Да, и что тебя так увлекло? Я изучаю русский язык Похвально, похвально Сам или с педагогом? В русском ресторане мне порекомендовали одного шофера такси Говорят, в прошлом Он настоящий граф Он мне надиктовал самые распространенные в России фразы Можно посмотреть? Вот Понятно А еще я заучил короткое стихотворение Могу рассказать Не надо А ты этому графу Деньги уже заплатил? Сто франков? Недурно, недурно, да А нельзя экономить на образовании? Ну конечно, да Я должен огорчить тебя, Август Ты потратил деньги зря Дело в том, что вот это вот Эти фразы Ты их должен забыть раз и навсегда А это? А это в первую очередь Август И никому не рассказывай Ни единой живой душе Особенно в России А если с вами наедине Для упражнений на русском языке? Не надо Иди Пушкина почитай Или лучше Толстого Хорошо Палей Гулот Дорогая А когда твой супруг уедет в Россию? Тебе-то что дается? Просто мы сможем видеться чаще Располнях Помоги Говори, что очень скоро Как только найдет актрису А уж он ее найдет То он умеет Говори 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 Да, я слушаю тебя Я наконец-то нашел актрису На руле Наташи Ростова О! Добрый день Пьер Вы позволите мне вас так называть? Пьер Конечно Особенно если учесть Как любила вас Моя покойная жена Да да, конечно Если учесть Как вас любит Моя ныне Здравствуйте Я сейчас супруга Так что мы с вами почти штормственники Вы это хотели сказать? Да, Пьер? Дмитрий, прекрати не видно А что прекратить? Ну, насколько я понимаю Наташа Ростова вас не интересует Ну, тогда давайте поговорим о нас троих Я не против Пьер, умоляю Итак, Марго Как прикажешь все это понимать? Угу Никогда бы не подумал Что у знаменитого французского режиссера Не хватает воображения Представить себе Как все это понимать? Да я-то догадываюсь Может Я был несправедлив По отношению к своей любимой И по-прежнему верной супруге Перестань издеваться, Митя И не делай вид, что ты страшно удивлен Нет, ну а как мне не удивляться? Разве я тебя не любил? Разве я не посвятил свою жизнь тебе? Нашим детям? Все эти годы, Митя, ты И искренне любил самому себя и свой успех Что? И время от времени менял любовниц Неужели ты наивно полагал, что я не знаю об этом? Значит, ты полагаешь, что твои домыслы являются достаточной причиной? Ну вот, месье Овсянников Теперь вы понимаете, что я когда-то чувствовал? Магу Скажи мне, почему ты вот с этим человеком? Скажи мне, почему ты именно с этим человеком? А что мне было делать? Ждать, когда ты соизволишь обратить на меня внимание? И ты же в упор не замечал меня все последние годы А Пьер дал мне то, что не дал мне ты Нежность, ласку, любовь и внимание Ах, тебе не хватало любви, не хватало внимания Представь себе Да Бедная и глупая Марго Неужели ты не понимаешь Что он использовал тебя для того, чтобы отомстить мне? Да я знаю это, Митя, я знаю это, ты прав Он по-прежнему любит Патрицию, а ты разве нет? Марго, ты не права, я... Да что ты, Пьер? Скажи, что я стал тебе дороже Пат? Что в моих объятиях ты забыл о ней? А ты, Митя, можешь положа руку на сердце сказать, что Ты ни разу не пожалел о том, что женился на мне? Нет, ни разу Ты, Митя, просто очень хороший актер Ты гениаль, актер А теперь, господа, сделайте мне одолжение, оставьте меня Оба И так, милостивый государь, вы оскорбили мою жену Не угодно ли вам стреляться? Нет, я не романтик Уходите, я не могу видеть вас обоих Нет уж, потерпи, родная Тебе придется еще смотреть на меня и смотреть Пусть ты меня не любишь, но у нас есть дети Мои любимые и родные дети Глупец! Какие же вы мужчины, все самодовольные ослы Что ты хочешь этим сказать? Тебе не принадлежит не только мое сердце Твоя обожаемая Изабелька Замолчи! И не подумай, это дочь Пьера! Ты лжешь, Три Ты лжешь, чтобы сделать мне больно Открой глаза, она даже не похожа на тебя, это его дочь! Ха-а-а! Марго, скажи то, что ты сказала, это правда?